В Наринмаре на площади Мараце дали старт эстафете добрых дел, которая пройдет во всех муниципалитетах региона. Первым в акцию включился телевисочный сельсовет. Подробности далее. Быть первым очень приятно с одной стороны, но при этом на нас лежит большая ответственность. Дмитрий Кубович, глава телевисочного сельского совета, принимает эстафету. Она пройдет в этом году объявленным губернатором Ненецкого автономного округа годом добрых дел во всех населенных пунктах региона. Но не нужно ждать, когда эта эстафета придет к вам. Добрые дела нужно делать каждый день. И вот прошлый год очень хорошо показал, что мы можем делать добрые дела. Вот эта всероссийская акция «Мы вместе» объединила тысячи, десятки тысяч людей по всей стране. Символично, что в ходе мероприятия была открыта ледовая скульптура «Добро Нау». Ее созданием занимались мастера Николай Вылка из поселка Красное и Виктор Вылка из Наринмара. На скульптуре изображены олень, чум и эмблема года добрых дел в виде солнечного диска и фигур людей в ненецкой национальной одежде с поднятыми вверх руками, которые запускают в небо птиц. В праздники приняли участие депутат Государственной Думы России Сергей Коткин, сенатор Денис Гусев, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, волонтеры, жители и гости региона. Мы с вами прошли очень непростой год. Я надеюсь, что мы его прошли, выдержали, выстояли все вместе, стали сильнее, стали мудрее. Низкий поклон нашим волонтерам, медицинским работникам, те, кто сутками практически стоял, поддерживал тех, лечил больных, поддерживал тех, кому помощь была необходима. Поэтому вот этот год действительно добро и добрые дела, они всегда противостоят злу, жестокости. Поэтому вот этот год, он действительно очень важен, очень нужен. Добро – это такое большое, с одной стороны, такая большая нравственная категория, которая должна с нами идти по жизни в том, чтобы мы друг другу могли проявить участие, сопереживание, чтобы мы могли радоваться вместе и огорчаться тем проблемам, которые нам не дается решать. Эмблема «Года добра» была создана в рамках окружного конкурса, объявленного региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Победителем встала Дарина Талеева, студентка Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Войчейского. Надо отметить, что волонтерская организация этого учебного заведения славится в округе своими добрыми делами. Ну, конечно, добро, оно всегда добрые дела ценятся. И когда ребята помогают малообеспеченным, пожилым, домашним животным, конечно, это приятно, что у них добрые ценности не потерялись. Этот «Год добра», на мой взгляд, сильно чем-то другим не отличается. То есть мы как с ребятами участвовали в различных акциях, и наших колледжных, и городских, и гружных, региональных, мы так и продолжаем участвовать. Смираться добрые дела делали? Да. А что ты чувствуешь, как ты делаешь? Я становлюсь счастливей, например, и чувствую себя как веселой, получается. В завершение праздника прошла акция «Оранжевая нить», приуроченная к празднованию годовщины Всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».